Мы продолжаем наш выпуск. Армянский военнослужащий Арсен Багдасарян, днями ранее направивший обращение к исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну и обратившийся в Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан, с просьбой довести его обращение до общественности, в этот раз лично обратился через телевидение. Армянский военнослужащий Арсен Эдуардович Багдасарян, 1994 года рождения, был задержан 26 декабря 2014 года при попытке совершения диверсии на линии соприкосновения войск в Багдамском районе Азербайджана и решением Генжинского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2015 года был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет. Арсен Багдасарян направил обращение о исполняющем обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну. В связи с тем, что армянская сторона не дала положительного ответа на обращение азербайджанской стороны к Армении об освобождении пленных и заложников по принципу «всех на всех», Арсен Багдасарян попросил Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан довести свое обращение до общественности. В этот раз Арсен решил обратиться через телевидение. Азербайджанская сторона отправила официальный запрос через международные организации. Я тут в курсе. Азербайджанские компетентные органы меня повещали об этом. Но, к сожалению, армянская сторона относится к моей судьбе равнодушно. Могу тетировать дословно, что у меня отрывок от оповещения, которое пришло ко мне. Арсен Эдуардович, мы, азербайджанская сторона, отправили официальный запрос через международные группы в Армению, чтобы обменять всех пленников и заложников по принципу всех на всех. Но, к сожалению, армянская сторона в армии, которой вы служили, относится равнодушно к вашей судьбе. Решил обратиться к компетентным органам, чтобы они посодействовали и пригласили сюда представителей СМИ, чтобы я мог свое слово сказать. Обратиться к Пашняну с просьбой, чтобы наконец-то хватит, да уже, мучить людей. Люди же, мы же тоже люди, вы же тоже люди, что бессовестные сидите там. Если так взять, азербайджанская сторона не должна была запрос давать. Зачем азербайджанской стороне запрос давать? Я же враг для Азербайджана. Такие же, как сидят другие армянские пленники здесь. Так, я же враг, тот самый враг, о котором говорили 20 с чем-то лет. Меня хочет вытащить отсюда. Говорят, давайте, да, вы же люди, давайте, да, отпустим людей. Пусть у них тоже есть родители. А где? Где гуманность Армении? Если Армения, как говорит, я гражданин, то армянская сторона должна была дать положительный ответ на азербайджанский запрос. Я хорошо знаю, что переживают азербайджанцы, незаконно задержанные сепаратистским режимом, созданным Арменией в Нагорном Карабахе, говорит Арсен. По словам которого, армянский народ путем митингов должен потребовать у правительства Армении освобождения азербайджанцев. Очень хорошо понимаю, что испытывают азербайджанцы, Дильгем Аскеров, Шахпаз Гульев и тот солдат Эльнур Хусейн Зады, если не ошибаюсь. Что они испытывают? Те муки, те страдания, которые я испытывал здесь, не знаю, больше, меньше, но они точно испытывают это. То, что я 4 года здесь сижу, без месяца 4 года, ни разу не виделся с моими родными, с мамой. Они тоже не виделись с своими женами, детьми, своими матерями. Это я понимаю, что трудно. Вы знаете, какая психологическая стресс? Когда приносит ноутбук, говорит, давай, у вас есть 5 минут. Говорите. Еще ждешь 3 месяца. Говоришь, здравствуй, мам. Через 3 месяца оттуда мама тебе должна сказать, здравствуй, сынок. Вы понимаете, это какой стресс? Армянские солдаты, армянские матери отправляют своих детей на реальную смерть. Кричают, говорят, мы не хотим, чтобы наши дети в Карабахе умерли. Так? То я же тоже армянин. Кроме меня еще же армяне есть. А почему за них не кричат? Пусть и армянская сторона делает митинги, требует от народа. От имени народа, требует от властей, чтобы они освободили мучающихся азербайджанцев там. Я бы хотел только передать то, что если Николь Пашиньян, его супруга, Анна Акупьян, и правда заботится о своем народе, то пусть они там освобождают азербайджанцев, а Азербайджан в свою очередь освобождает нас. На вопрос, почему руководство Армении интересуется судьбой других армян, находящихся в Азербайджане, и так безразлично к вашей судьбе, Арсан ответил так. Потому что другие родились в территории Армении, а я в территории Карабаха, бывшей НКО, столице бывшего НКО Степанакет, сейчас как называют Ханкинди, там родился. Вы понимаете? А там я, не только я, но и мои поколения идут на службу, потом кто умрет, умрет, да. Одним и еще одним больше, какая разница для них. Для Армении карабахцы никто. Для Армян, Армении хотят спасти своих, но никак не карабахских. Коснувшись публикации в армянской прессе о том, что все его заявления и обращения сделаны якобы под давлением, Багдасарян сказал. Я все сам говорю, и меня никто не пытал. Можете камеры поворачивать, чтобы там видно было стены. Там никакого листа нету. Видите, даже я в стену не смотрю. Смотрю, если бы вопрос задали вас, и на того господина. Кто вопрос задает, я прямо в глаза того же человека смотрю. И я под диктовку ничего не говорил. Багдасарян говорит, что в период его содержания в Азербайджане к нему относятся хорошо, и он доволен созданными условиями. С остальным здоровьем у меня проблем нету здоровьем. Четыре года, слава богу, ни разу не болел. Между тем, отметим, что Багдасарян, свободно владеющий азербайджанским языком, в период нахождения под стражей начал изучать китайский и английский языки.